Возьмите меня в долг Возьмите меня в долг или чувствовать свою особую привилегию добровольно через свободу воли отдать свою жизнь Господу с осознанием того, что твоя жизнь, моя жизнь Богом дана нам не для того, чтобы мы праздно прожили ее, а для того, чтобы прийти к Нему с теми духовными процентами, которые сегодня Бог ожидает от каждого человека. Это плод и результат нашей жизни. И есть места Писания, о которых Слово Божье говорит, связанные с долгами, связанные с кредитами, связанные с рабством. И есть места Писания, которые говорят нам, что мы должны служить и помогать друг другу. И мы посмотрим сегодня на это с разных сторон. Итак, первое место Священного Писания это послание к Кримлинам, первая глава, 13 стих и ниже. Апостол Павел говорит, не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Второе место Писания, книга Притчи, 22 глава, 7 стих и ниже. Библия говорит, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. И третье место Писания, послание к Кримлинам, 13 глава, 7 стих и ниже. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Аминь. К большому сожалению, в нашей Богом спасаемой стране, как грибы, последнее время выросли такие офисы, как микрозаймы. И люди, которые идут туда за легкими деньгами, чтобы взять для себя, утолить какую-то определенную, сиюминутную, или, может быть, какую-то перспективную жажду, нужду. И они сегодня подписывают разные документы для того, чтобы взять чужие деньги в пользование. Сегодня мы поговорим об этом, что есть долг, как обязательство, как ответственность, часто перерастающая в рабство и абсолютную несвободу. Многие люди думают, что экономика, финансы, это как-то недуховно. И говорить об этом в наших поместных церквях как-то странно. Но очень духовно, когда многие люди с разбитым сердцем, с потерянным миром внутри, с полным выплаканными глазами, с бумагами из судов, приходят в церковь и просят сверхъестественными особыми молитвами помолиться, чтобы все эти суды, бумаги, вот этот страшный сон долга, процентов, преследования, намеков от коллекторов в один момент закончился. И я абсолютно верю, что наш Бог сверхъестественный, Он может совершить великое чудо и в один момент все может исчезнуть. И документы, и суды, и коллекторы, и все на свете. Но я также верю, что наш Бог, Он учит нас, как мы правильно должны во всех сферах нашей жизни относиться как к духу, душе, телу и финансам, чтобы мы, как родители, не копили для детей долги и не передавали им эстафету банкротства, а были для них благословением и наследством, чтобы наши дети, они уже жили, не начинали не с нуля стартовых условий, а получали какую-то силу от своих родителей. И, конечно же, номер один духовную силу, номер один откровение о семье, о целостности семьи, но и финансовую в том числе. Потому что я против нищеты. Я не верю, что Бог, когда смотрит на нищих своих драгоценных детей, которые сегодня будут где-то побираться или стоять у церкви и просить какой-то рубль, что Бог так рад этому всему. Я искренне верю, что говорил Христос в Евангелии Луки 4 главы. Он сказал, что я послан благовествовать нищим, открыть им глаза, открыть им уши. Я призван к тому, чтобы вывести измученных на свободу. Давайте согласимся, что долги, обязательства, кредиты, проценты – это мучение, которое мучает людей. Но вы скажете, неужели тогда мы сегодня живем в этом мире, ну это же кругом, везде, а как же есть правильные нужды? Ну, давайте разберемся, давайте поговорим, что об этом говорит Священное Писание. Что именно Слово Божье говорит в сфере нашей экономики. И есть правильные нужды, на которые Бог позволяет нам взять взаймы. Первое место Священного Писания. Матфея 5 глава 42 стих. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Есть правильные нужды. Может быть, я не все выписал. Думал, молился, смотрел и увидел. О том, что многие люди, которые не имеют финансовой силы, потому что человек, приходящий взять у кого-то взаймы или где-то еще, он же не от хорошей жизни приходит. Наверное, есть конкретные нужды, проблемы. Кто-то не передал тебе ресурсов. В твоей жизни произошли какие-то катаклизмы. Это связано, может быть, со здоровьем. И если это связано со здоровьем родителей твоих, детей или кого-то еще, и вдруг оказалось, нет экономики, нет возможности, обязательно человек должен найти финансы. Какая бы там ни стояла за этим ответственность. Второй момент. Образование. Ну, конечно, многие сегодня понимают, что образование – это твоя одна из лучших инвестиций в жизни. Образование – это то, что человек вкладывает в свой разум, в свое сердце, в свою душу. Это перерастает в культуру, в жизнь, в характер. И человек становится не просто образованным, знающим знания. Он образованный с позиции взгляда на жизнь. Он является профессионалом нам в работе, в труде, в офисе, на предприятии. Его ценят как специалиста. И, конечно же, многие люди, не имея финансов, но хотят получить образование, могут взять где-то в долг для того, чтобы вложить и проинвестировать себя. Третий момент. Очень часто просят молиться о том, чтобы Бог дал благодати и силы, чтобы открылись двери с ипотекой. И жилищный вопрос. Я на самом деле осознаю, жилищный вопрос очень важен. Бывают моменты, когда ты просто вынужден пойти и просить у государства помощи под какой-то космический процент. Но надо, чтобы была крыша над головой. Это те нужды, которые по большому счету приемлемы. Они Библией не запрещаются. Долги или взять взаймы. Бог не говорит, нет и все. Ну, представьте себе, придет к тебе брат или сестра из церкви или кто-то еще из твоих родственниц скажет, помоги. Ну, помоги. Ну, авария произошла, дом сгорел какой-то или еще что-то. Вот в этом случае мы не то, что должны дать в долг и процентов не попросить. Мы должны помогать своим братьям и сестрам. Ну, аминь или не аминь. Вот есть местописание в книге Левит 25 главы 35 стихом. Писание говорит, если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или переселенец, чтобы жил с тобою. Не бери от него роста и прибыль и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не давай ему для получения прибыли. Обратите внимание, что Богу очень интересно, как мы относимся друг к другу. И если кто-то обеднеет, да, бывают моменты, среди хороших людей встречаются плохие обстоятельства. И человек в один момент был то на коне, а сейчас он под конем, и у него уже проблемы и финансы. И он приходит и говорит, помогите. И если ты понимаешь, что он приходит и говорит, помогите мне, я вот хочу там машину новую купить. Потому что есть неправильные нужды, на которые тоже люди с ревностью, с требовательностью, с христианской самодачей, они все места Писания сразу тебе скажут, дай, найди, благослови. И еще потом не требуй обратно, потому что так же Библия говорит, что прощать надо ближнему твоему. И конечно есть специальные специалисты, они и по церквям очень хорошо ходят, чтобы каким-то образом получить. Здесь чуть-чуть, там немного, здесь чуть-чуть не обещали. И вот они любят везде, и любят всех, и они везде, и они нигде. И конечно же, когда человек говорит, я хочу, допустим, приехал кто-то на хорошей машине, или у кого-то там устроился только на работу, получил пару хороших зарплат, и такая вера внутри пришла, а что это я буду, значит у меня теперь не то, что два месяца дали мне хорошие финансы, у меня теперь всю жизнь так будет, и я теперь спокойно могу спрогнозировать свою, я машину смогу выкупить, я сейчас это смогу сделать. Брат, ты не женатый, зачем тебе такая машина? Ты лучше немножко откладывай, ну живи посредством нас, да как, вот Арчо, сегодня, и один брат конкретно мне говорит, сегодня сестрам духовные не сильно интересны, им интересно, что мы деньги были, машина была. Я говорю, ты в какую церковь ходишь? Жату. Я говорю, нет, ты не в жату ходишь, у нас сестры не такие. У нас сестры сначала, Бога любил, святой был, чистый был, потом деньги были, и нормально, если будет машина. Зачем ты ставишь все наоборот? Почему ты так обманулся? Кредит на машину, кредит на что-то еще. В моей жизни были неправильные, есть моменты, понимаете, когда человек через какие-то похоти, мы живем в таком мире, нам везде говорят, возьми, потом отдашь, возьми, потом сон потеряешь, возьми, зато сейчас ты какую-то семиминутную покроешь свое желание. Многие дети сегодня, почему мы их учим и говорим, ты должен научиться зарабатывать. Хватит прийти к папе, дай, к маме дай, иди заработай. А где я буду работать? На тебе метлу. И пошел мести, получи свои три рубля. Почему? Чтобы человек понимал, что деньги не падают с неба. И когда вот это похотливое или вот это невоздержанное внутреннее состояние у христиан, ладно в мире, ладно я это все понимаю, что люди сегодня живут одним днем. Живи одним днем, бери сегодня днем, потом поменяешь фамилию, исчезнешь, потеряешься, и долги все потеряются. Ну в мире, знаешь, там такая система безопасности, они тоже ищут очень хорошо. Но мы с тобой знаем, от Бога никуда не скрыться. И наша совесть, и наша отдача должна быть основана на воздержании. Есть вещи, которые тебе не нужны. Потому что долги, они приводят тебя в несвободу. И когда в церкви праздник, даяние, жертва, приобретение, а человек говорит, а я не могу. Я должен сегодня проценты покрыть в банке, потому что взял. И куда я отдам? На витязь на здание? Или я отдам на проценты? Я хочу, мое сердце здесь с вами, я весь с вами. Но я раб обстоятельств, я весь в банке, я иду туда. Вот вчера мне человек говорил так. Я даже не спрашивал его, сам пришел, внутри видно огонь горит. И он говорит, я вот здесь, я все, я все. Но экономика моя вся вот здесь. И я чувствую, на каком-то этапе жизни сбил его сатана. Вдруг мне приходит на память момент. Знаете, были такие там телефоны пошли. То так мне захотелось, все время с бэушными ходишь, 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 ходишь. То тебе подарили, так знаете, с барского плеча. Ненавижу нищету, ненавижу искусственные улыбки к богатым людям. А может что, перепадет. Твой отец самый богатый, аминь. И он сказал, тебе блажение давать. И все время, то одели бэушное, то подарили бэушное. И мы радовались этому. И вдруг у меня похоть пришла. Хочу новой. Пошел в один банк, зашел. Можно? Они говорят, давай заходи. Я пишу, пишу эти. Знаете, взял телефон. Рука болела. Бумаги подписывать. Я думал, что я подписал все за правнуков и внуков, что они будут все еще отдавать. Вышел. Ставил сим-карту. Алло. Первый звонок. Я вам свидетельствую перед Богом. И вдруг я слышу голос. Не в телефоне. В духе. А вот теперь возьми вот это сокровище, которое ты в долг взял. И подари его. Вот. И знаете, еще вся боль-то в чем? Конкретно мне было сказано кому? Если бы сказано подари, то я бы сказал кому? Я не знаю кому. Я бы как бы... Ну я же... Ну что ошибаться на... Четко сказано. А вот теперь возьми и пойди вот ему отдай. Потому что когда я взял первый звонок, радость ушла. Документов полная пачка, что ты теперь должен. Я думаю, что я сделал-то? Ой, что я сделал-то? Господь говорит, ладно, ляжь, поспи, все пройдет. Завтра пойди, отдай вот этому человеку. Я звоню этому человеку. Встретиться надо. Хорошо, да. Что случилось? Я говорю, ой, случилось, надо встретиться. Ну все, давай, встретимся. Я приношу коробку. Отдаю вот это. С днем рождения. Он говорит, прошло два месяца назад. На будущее. Господь мне сказал тебе отдать. Отдал и ухожу оттуда. Думаю, как бы самому, знаете, не передумать. Иду и думаю, зачем нас вот провоцирует похоть, провоцирует реклама, провоцирует все. Возьми, не думай проценты, там вот все мелкими буковками написано. Долг это не свобода. И все эти микро-микро займы, это покрытие сегодняшних хочу, которые перерастают в больших страшных голиафов. И лишает тебя права куда-то уехать, где-то что-то спать спокойно. И говорит, ты бы мог откладывай понемножечку, как-то нас собирай чуть-чуть, будь верен, живи посредством. Я верующий, Господь все покроет. Господь со мной, аллилуйя. Знаешь, Господь-то может и покроет, да, и аллилуйя, но коллекторы могут не покрыть. Ты можешь помолиться любыми молитвами, но они могут, понимаешь, Бог тоже может вернуть тебя в обстоятельства, что в конце концов научить тебя. Не брать чужого и не жить за чужой счет. Потому что, когда ты довольствуешься малым и способен правильно распределять, это Господу, это семейное, это для жены, это коммунальное, это это. И ты посмотрел на бюджетик, и у тебя немножечко осталось, но оно твое. Оно твое, оно тебе в свободу приносит. И пусть ты не богат, пускай там ездит кто на каких машинах, кто на каких телефонах говорит, никаких проблем. И я взял свой старый телефон, порадовался, что я его не выкинул тогда. И знаете, радость пришла. Я звоню опять по нему, и как бы хорошо в духе. Аллилуйя, и Господь со мной, все нормально. Прошли пару лет, этот человек дарит мне телефон. Я так порадовался, думаю, два года, видно, он копил, копил, собирался духом, как благословил. Хотя мог бы и на следующей неделе уже подарить. Но Бог испытывает тебя. Бог проверяет. Писание четко говорит нам по притче 22 глава 7 стих, что должник, он делается рабом, взаимодавца. И этих взаимодавцев огромное количество. Они все готовы тебе дать, лишь бы ты был их рабом. Бог выводит нас из рабства. И если сегодня среди народа Божьего окажутся люди, которые вот в этой категории связаны с жильем или со здоровьем, то мы не то что им не должны дать в рост, мы должны позаботиться о них. И я понимаю, что есть человек, который говорит, а почему ему там собрали на алтаре, там похороны были, что-то еще там сгорело, подарили благословение. А мне нет, что за лицеприятие. Я стою, смотрю на человека этого, я его где-то видел, где не помню. А когда мы кому-то из верующих наших, так этот человек в момент, когда у него все было хорошо, когда у него не сгорело, не сломалось, ни авария не была, он сердцем всем с нами был. Он жертвовал, домашние группы проводил, на транспорте всех возил. Когда мы делали рождественские десанты, все багажники его были заполнены едой. Он с нами был во время изобилия. А ты кто такой? Я тебя не знаю. А что вот это написано же вот, никто не имел ни в чем нужды. Дайте мне. Понимаешь, мы всем должны как бы дать. Но за тебя мы просто помолимся. Потому что неправильно, когда есть люди, которые плодятся на том, что они ничего не хотят ни работать, ни трудиться, у них нет ответственности, их дух носит по церквям, они все время хотят куда-то уехать, им какие-то билеты все время нужны, им что-то там все время надо. Есть правильные нужды, и в правильных нуждах мы будем участвовать. А есть неправильные нужды, и неправильные люди, которые просто живут за чужой счет. Мы не будем в этом участвовать. Есть очень серьезный Божий взгляд на экономику. И все места Писания, которые Бог говорит о долгах и о даянии, этим самым Бог хотел, чтобы эти места были в Священном Писании. Чтобы нам увидеть в сердце Бога, как Он конкретно реагирует в момент, когда у кого-то из нас появляется какая-то нужда. Когда была первая церковь, написано, никто ни в чем не имел нужды. Поразделяли по нуждам каждого. Смотрели, кто в чем имел нужду. Благословляли, покрывали, делали, потому что это одна семья. Сколько в нашей церкви мы переживали радость, когда кому-то служили, поблагословляли, что-то строили, что-то мыли, что-то там очищали. Я вижу, что Бог Духом Святым говорит, вот так правильно. Вы мой народ, вы одна семья. И понятно, что в эту семью все время хочет кто-то вклиниться, чтобы украсть у нас свободу. Поэтому драгоценные, прежде чем пойти и что-то взять, прежде чем пойти и у кого-то занять. Я понимаю, что это очень серьезный шаг. И мы должны, как говорила моя бабушка, семь раз отмерь, один раз отрежь. И вот так помолись, и пост возьми, Господи, смогу ли отдать. Потому что вот эта потребность, а обязательность, послание Кримлян 13 глава 7-8, написано о том, что не оставайтесь должными никому, что, друзья, ничем, кроме чего, взаимной любви. Народ Божий настолько где-то в свободе, а я работаю у моего брата во Христе, я могу опоздать, ничего страшного, благодать покроет туда-сюда. А что там, а что им больше дали мне меньше, так а ты на работе-то появляйся хотя бы. Ну что мы не во Христе, что ли? Во Христе, конечно. Еще неделю я пастору пойду скажу, что ты просто не любишь работать, но любишь получать. И это расстраивает сердце, потому что у многих в экономике размыты границы. И если Бог говорит, не оставайся должным, это не значит нельзя взять. Взять можно, но нужно обязательно отдать. И вот в этом и есть твоя духовность. Но аминь или не аминь? Аминь. Есть несколько мест Священного Писания, когда Бог говорит о долгах и говорит о их возвращении. Давайте посмотрим одно место Священного Писания. Послание, 4 книга Царств, 6 глава, 1 стих. Библия говорит. И сказали сыны пророков Елисеев, вот место, где мы живем, при тебе тесно для нас. Пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдите. И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он. И сказал, ах, господин мой, он взят был на поддержание, то есть в долг. И сказал человек Божий, где он упал? Он сказал ему, место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою, действие сделал, и взял его. Итак, первое, сыны пророков. Сыны пророков оказались здесь не в сильном экономическом положении. И не всегда у христиан, у всех должно быть сильное финансовое положение. На одном пророчестве мы стояли с одним братом. Мне такое пророчество было, ну вообще сильное. А ему было сказано, богатым не будешь никогда. Вообще непонятно, откуда вот это взялось слово. Мне про богатство ничего не было сказано. Просто мне говорил Господь, а ему сказано, а ты не будешь жить в богатстве. Как он огорчился. И мне потом говорит, что он меня взял на эту молитву вообще. Я говорю, взял, взял, ты сам пошел. Я ничего виноват, что ли. Ну вот, наверное, где-то вот эти тайны внутренние. Хочу, хочу. А бог видит и говорит, не надо тебе это. Потому что для многих богатство смерть. Они любят бога пока вот все средненько, стабильно, спокойно. А как только лишнее что-то где-то уносит многих людей. Где какая духовная пандемия их поуносила. Потому что появились возможности. А деньги это свобода. Свобода передвижения, свобода пищи, свобода одежды, свобода внешнего вида. И человека просто унесло. Одна работа, вторая работа, третья работа. И он уже все время где-то там. Давай научимся быть благодарными богом даже за малое. Аминь. Сыны пророков. Второе. Тесно для нас. Бог всегда стоит для развития. Библия говорит, что сыны пророков сказали, нам тесно здесь. Нормально, если двигаться в развитии? Бог говорит, абсолютно нормально действовать в развитии. Абсолютно нормально думать о своем завтрашнем дне. Абсолютно нормально немножко откладывать для своих деток, для их будущего образования. И это абсолютно правильно, потому что Бог хочет распространить наши пределы. Третье. Когда валили бревно. То есть человек был занят делом. Праздным людям давать, помогать, это очень опасно. Это просто порождает их, знаете, лень. Они думают, да я в церкви, я там как-нибудь проживу. Он хожу, говорит, у меня, я говорю, ты где, какая твоя работа? Я хожу во время сезона и собираю Иван-чай. Я говорю, классно, здорово, а работаешь-то где? Я хожу во время, пока вот там, и собираю Иван-чай. Я говорю, да классно все, молодец, аминь, аллилуйя. Работаешь-то где? Все, говорит. Я говорю, так сколько ты его собираешь? Ну, один месяц там в году собираю, а остальные месяцы еще делаешь. Ну, как бы, и ответа нет. Абсолютно нормально, когда мужчина работает. Абсолютно нормально, когда женщина ему помогает. Ну, аминь или нет? Бывают моменты, когда супруга зарабатывает немножко больше, а муж чуть-чуть меньше. Но это значит, она ему просто помогает чуть-чуть больше. И все. И не должно быть баланса. Я больше зарабатываю там, ты теперь у нас будешь, и так дальше. Каждый должен быть при деле. Четвертый момент. Этот мужчина воскликнул. Ах! Это значит, с хорошими людьми тоже иногда происходят плохие вещи, потому что он взял этот топор в долг. Не от хорошей жизни. И он валил этот топор, и он отскочил, и упал в Иордан. Была такая глубина, и он понимал, теперь он попал в обязательство. В обязательство. И он воскликнул больно, тяжело. И в этот самый момент он призывает пророка. И пророк говорит, где он упал. То есть, когда в нашей жизни что-то пошло не так, Бог хочет сконцентрировать наше внимание именно на это место. Чтобы мы понимали, откуда что-то пошло не так. Если это мотив сердца, пойми, что оттуда что-то пошло не так. Если это отношение с людьми, отношение с родителями, если Бог говорит, где он упал, покажи, что. И тогда человек говорит, да вот здесь, да я обижен, да вот с отцом побугался, да вот там это. И когда человек открывает сердце, Бог говорит, вот за это ты должен молиться. Посмотрите, сверхъестественное чудо. И отрубил дерево, и бросил это пророк на то место, и всплыл топор. Я абсолютно верю, что Бог может дать сверхъестественный выход из долгов. Мы слышали разные свидетельства. И банки закрывались, и глаза закрывали, и коллекторы исчезали. Это на самом деле все было. Но понимаете, не всегда бывает так. Иногда надо работать, 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 и всплывает этот топор. И тебе надо его отдавать. А бывает сверхъестественное. И сегодня я хочу помолиться и за сверхъестественное, и за способность иметь внутреннюю ответственность, как этот мужчина. Он закричал, ах, он не сказал, топор упал. А плохо приделали, не мое дело. И пошел, другое возьму. Вот так иногда христиане живут. Сломал что-нибудь в церкви. Что-нибудь там произошло? Да, ладно, кто видел? Да Бог же видел. Наоборот, надо все принести сюда. Все здесь лучшее сделать. Ты входишь в историю. Это привычка внутри тебя. Делай что-то, пусть всплывает, а не то нет. А если что-то утонуло, возьми ответственность, возьми ответственность, возьми ответственность. Верни все до копейки. И сверху еще благослови подарок, чтобы люди могли видеть, вот твоя христианская порядочность. И восьмое. И протяну руку свою. Это значит твое действие. Я сегодня помолюсь о том, чтобы Бог благословил и работы многих людей. Я помолюсь о том, чтобы Дух Святой сегодня особенно дал нам мудрости, идеи, как выйти из долгов. Потому что долги это рабство. И многие люди, находящиеся в долгах, они прекрасно понимают, я не могу действовать в свободе. Я бы хотел поучаствовать, я бы хотел построить, я бы хотел дать, я бы хотел, но я не могу. Потому что все мое, оно уходит куда-то в другое место. Разговаривая с одним из служителей пасторов, который делал дело Божье и заботился там за одну общину. И мы как-то помогали ему от церкви. То одно купили, то второе. И он понемножечку потом возвращал. И тут я вижу, что у него какие-то большие проблемы с финансами. Я встречаюсь с ним и говорю, брат, что случилось? Что за беспорядок в твоей экономике? Он говорит, да я так уже застыдился. Не хотел идти в жатву, чтобы что-то брать. Хотел уже, чтобы вот как-то почувствовали, что я сам справляюсь. И пошел в банк и взял карточку. Знаете, карточки есть такие. Ты там рассчитываешься, а потом там думай, как будешь это все пополнять. И говорит, попал. И попал, и так попал. Потом опять попал, еще попал. И когда Бог мне уже открыл, что он попал, я к нему прихожу и говорю, мы хоть раз тебе давали долг, чтобы ты нам с процентами отдавал. Мы хоть раз от церкви тебе что-то... Мы же сколько раз тебе просто так давали. Сколько раз давали и просили, чтобы ты вернул столько, сколько взял. Было, было. Он говорит, да просто было стыдно. Я говорю, да это не стыдно. Мне кажется, это гордость какая-то. А что я пойду? Но мы же братья и сестры. Кто будет друг другу помогать? Мы должны помогать друг другу. Но аминь или нет? Апостол Павел сказал, что я свою жизнь отдаю в долг. Это говорит о том, что мы являемся служителями Божьими, добровольно отдавшими себя на алтарь служения. Наша финансовая сфера это важная сфера. Но если взять всю нашу жизнь в целиком, мы должны осознать с тобой добровольно, когда апостол Павел признает и говорит, я должник, он номером один ставит свой долг перед этим миром. Бог не вводит нас в долги. Бог дает нам всем свободу. Бог благословляет как любящий отец. Бог выводит измученных. Но когда я сегодня служу Господу, я понимаю, я должен, я должен, я должен и варварам, и невеждам, и богатым, и бедным, я должен. И вся вот эта внутренняя ответственность, она является моим осознанием, жизнь мне Богом дана на малое время. Это как талант, который я взял, закопал в землю и вернул точно такой же талант. И Бог сказал, лукавый, ленивый раб. И мы все с вами призваны, чтобы из этого таланта появилось 10 талантов, 20 талантов, чтобы мы служили, благовествовали, проповедовали, несли Евангелие. Вот в этом есть наше обязательство перед Богом и перед этим падшим миром. Но аминь или не аминь. Субтитры создавал DimaTorzok